Музыка И всем привет! Всем привет! Ну, как вы уже поняли, мы на второй нашей родине, на любимой Греции, на горячо любимом острове Крит. Ну, видите, обижаловки у нас какие происходят там. Что мы хотим вам сказать? Мы вам говорили, что мы собираемся в Грецию, собираемся на Крит. То, о чем мы вам не сказали, мы сюда собирались на месяц. Сказывать, что звучит, правда? А давайте я встану так, чтобы был красивый вид вам вот так вот. В общем, мы собирались на... Ой, присяд. Все равно меня было видно вот так. На месяц. Собирались, приехали на месяц. Что-то я запуталась. Вот. Сказать честно, мы уже здесь полторы недели где-то. И мы пока не снимали ничего. Ну, так, чуть-чуть только для себя. Просто потому, что так как мы на месяц и с детьми, это немножко другого плана отдых. Не так, что приехал там постоянно пляж. Нет, ну, понятно, пляж там. Ну, все, но мы и дома готовим иногда. Завтракаем дома, например. Такое, такие вот. Как бы больше, как пожить. Очень хотелось, во-первых, поделиться этим опытом с Димой. Так, потому что я так уже здесь отдыхала, а он, как бы, еще нет. А во-вторых, потому что в середине месяца у Кати с Гидеминсом здесь будет свадьба на Крите. И мы просто поняли, что ехать нам куда-то отдыхать с детьми, потом лететь обратно в Латвию, потом лететь на Крит, потом обратно с Крита. Во-первых, это очень много прилетов, скомпленно получается. Ну, и в материальном плане по цене то же самое, если сытаться на Крит. Вот эти вот достойные полеты. Поэтому мы решили залезать ход конем и поехать на месяц. Почему мы не снимали сначала? Хотелось, во-первых, хотелось немножко отдохнуть. Во-вторых, надо было притереться, понять, как этот график с детьми, приноровиться немножко. Не хотелось, чтобы это все было как-то скомкано, все смазано. И нам надо было немножко времени, чтобы действительно войти в какую-то вот колью. И сейчас вроде бы более-менее ничего. Надеюсь, сейчас начинает капризничать, потому что это такой переломный момент, когда они уже как бы отдохнули, вроде все уже, она начинает уже вести себя как дома. До этого они вели себя просто не с нормальной. Вон стоят, Алиска прорывается вниз на частную территорию. Дима бдит, чтобы она не вломилась на частную территорию. Вот, и мы остановились попить кофе. Сейчас мы направляемся в город Ханя. К вам уже знакомому Йоркосу. Мы остаемся у него с ночевкой на один день. Хотим, чтобы Алиса повидалась с Крестным. Чтобы Крестный повидался с Алисой. Да и сами хотим повидаться с ним. Не знаю, каких планов у нас там пока я не знаю. Такие планы у нас там, наверное, погуляем где-то, поедим. Вот, и завтра возвращаемся. И когда мы едем в Ханя или в эту сторону куда-то подальше, мы все время останавливаемся вот в этом месте поедем. Правда, я была уверена, что раньше был Григорий, сейчас тут Эверест. Ну, может быть, он и был. Но они расширены. Раньше можно было только наверху сесть и здесь. А сейчас они, смотрите, сделали вот так вот внизу. Если вы помните, не помните это место, бывали здесь, не бывали. Очень красивый вид, красивые бухточки с лодочками. Какого вкуса кофе? Да. Кофейного. Алиса, скажи привет. Ну все, Алиска у нас идет. Алиса у нас уже говорит на греческом ясу. Говорит, хелло. Говорит, что ее зовут Алики иногда, иногда Алиса. Алисочка. Все, обиделась. У нас очень ранимая, обидчивая девушка. Ну, вы поняли. Вот так вот. Все. И шапку бросила. Нельзя. Костя, вот посмотрите на него. Хулиган. А так, да, мы в Херсонисе были, на Старбиче. Кстати, классно на Старбиче. Мы проснулись утром, мы говорим, может, на Старбиче поехали. Ну, как-то, давай. Поехали на Старбиче. Ну, это был второй раз. Мы два раза там были. И так классно, как это сказать, потусили. Как-то вот, вроде, коротко. Это то, что потусили, просто программа сложилась. Да, так сложилось. Приехали туда, мало того, что на лодочке покатались. Манолис нам потом еще говорит, давайте я вас покатаю на это. На таблетке. Ну, да, вот этот диван, таблетка эта, да. Я такая, говорю, у нас ребенок маленький. Да, 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 я аккуратно. Я в шоке, у него уже сын так вырос, что этот сын сейчас водит на лодку и катает вот людей на бананом. Вот это, таблетки. Вот, он говорит, да, да, аккуратно. Да, камеру берите с собой, как бы. Я говорю, а телефон тоже могу взять? Телефон лучше не надо. Я такая, ну, ладно. Ну, я как бы поснимала, конечно. Ну, я говорю, что... Вы сейчас увидите, как бы поснимали. Я хопуха, я боюсь этого всего. Я, чтобы не было, моя семья этого не боится, кроме меня. Я не боюсь, девка. Да. Ну, в общем, трясло так конкретно. Это учитывая, что у нас аккуратно катал, потому что у нас была двухлетка с нами была. Дима ее... Она же сама не держится. Дима ее одну рукой держит, себя, другой ее держит. Я говорю, Костя, держите, я, короче, себя не могу держать, держите. Я одной рукой камеру, другой себя держу. Она потом на следующий день думает, что у меня мышцы болят? А я когда даже... Димка говорит, это, наверное, от того. Я такая точно, я ошибаюсь, когда вылазила, чувствовала, что у меня напряжение вот так было. В общем, экстремальненькое. А до этого Димка говорит, может быть, ну, Костя оказала парашюти. Я говорю, не по этому парашюти. Я уже каталась, но я боюсь, мне не нравится, я боюсь. Думаю, лучше на парашюти, чем на этом было бы. Короче, получилось как-то, да. У нас, конечно, не переворачивали ничего, но все равно эти волны, вот эти вот наклоны. Думаю, я хамуха. Ну, короче, ладно, мы выжили. Все нормально. Вот, да. Что еще мы делали? А съездили тогда с Никифоросу? Много чего. К Василису съездили, к Никифоросу съездили, в Реклеон съездили два раза. Да, в Реклеон мы ездили. Да, в Реклеон мы ездили. Да, в два раза съездили. Да, там, где я хотел, чтобы дети Голубича погоняли, чтобы дети там поносились. Вот, как бы так вот. Ну да, сейчас съездим в Ханю. А теперь с этого момента будем как-то уже более-менее снимать. Так что, до встречи в Ханю. Мы в Ханю приехали, добро пожаловать в Ханю. Мы в Ханю, в конце концов, они приехали в Ханю. Я не знаю, почему они вот эту столидную, 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 столидную. Я не знаю, я знаю их уже пять лет, я не могу понять, почему столидную. Смотри-то, какую красоту. Я уже показала, я сняла. И они приезжают сюда, накрыт, и где-то столидную. Ну, это знаете, почему они едят столидную, да? Мы не знаем. За улитками. За улитками. За улитками. Которые приведут, скорее всего, из Ханю. Столидную. Почему столидную? Напоминаю. Какого фига? Ну, нет, у штуров. Нет, нет. Я не хочу быть негативным, но... Не знаю. Но у тебя есть... Но ты не можешь быть как тест на коронавирус. У тебя есть выбор... Жить комнаты с Монолизой, а ты живешь в комнате с Дали. То есть ты живешь в комнате с Дали? Нет, это вы живете в Квандали. Нет, нет, я живу... Не понятно. Не понимаю, ты переоценил. А вот здесь эта красота, это Монолиза. Потому что это должно быть как десерт. Это должно быть дозировано. Ты не можешь все время есть десерт. Ты присытишься, и потом все остальное тебе будет неинтересно. А тогда ты иногда, по чуть-чуть, ты чувствуешь кайф. Хорошо сказала. Я могла бы быть адвокатом, но я не адвокат. Достоевка сказала, что красота спасет мир. Вот это мир спасен. А вы там еще не спасались. Ниже почему. Ну, туда красота. Приезжай, чтобы их спасти. Понимаешь, что я не про себя, конечно. Ну, про меня. Знаешь, я не знаю. Ну, я рад, что они приехали. Теперь мы ждем его у нас на Колыме. Ну, лучше их нам. Я просто сказала, когда по дороге мы ехали, очень интересно рассказывал про корабль военный. Или лодка военная. Что правильно? Что-то из этого не может быть сюда. Вот. Короче, расскажи, приезжают сюда, приезжают американцы. Вообще, то есть, наверное, мы уже так обсуждали в прошлом раз. Ханя – это идеальное место для женщин. Почему он идеальное место для женщин? Свободные девушки записываем. Потому что здесь шудьба или какая-нибудь волная фантазия какого-то государственного чиновника. Он решил в Хане концентрировать все военные части, которые могли быть в одном стране. У нас здесь есть десанты. У нас здесь есть огромная база военно-московского флота. У нас здесь есть огромная база авиации. Еще у нас здесь есть тоже три базы, которые вот наших союзников по НАТО. И к этому всему у нас еще открыли политехнику, которая в основном в уши не учится. И к нему этому всему, чтобы было конкретно, то есть у нас еще открыла здесь давно тоже религиозная школа, то есть попов приготовить. Поэтому здесь идеально место для женщин. Попов им же нельзя. Почему это католически нельзя? Православные не могут. Православные наоборот, они должны показывать образец семейной жизни. Это католикам нельзя. Поэтому здесь есть все. То есть по вкусу, по колору, по идеологии, по религии. Все, что вы хотите. Но всегда есть негативная страна. У нас здесь есть вот американская база в рамках наших сотрудников с США. И хотя вот люди, которые живут, американцы, которые живут в американских базах, они очень хорошо интегрированы к обществу. Их дети ходят в наши школы, они очень-очень выразливые, они очень хорошо живут с нами, у нас никаких проблем нет. У нас появляются проблемы с приезжим. То есть у нас приезжают авианосцы, например, фрегаты, разные корабли. Которые временно. А ты приезжают на 2-3-4 дня. Число их огромное. В целом авианосцы класса за хау или бушами по 3-4 тысячи человек. И у нас здесь часто бывают, может, лучшие... Притязание на женское тело. Ну, не только, не только, то есть там, в основном, то мы тоже, тоже, но с дисциплиной. А вопрос... Беспорядки различные карты с их стороны. Почему это случается? Ну, потому что они, раз, они очень долго ограничены в этих кораблях. Ну, и второй вопрос, потому что у них, у нас в стране, и скоро у вас тоже, наверное, будет, когда вы будете договоры в НАТО. У нас есть с ним подписан договор, что любые дела криминальные, административные криминальные, они будут в процессе, в процессе будут уже в странах. То есть не здесь. Не здесь, а в США часто. В США, да. То есть... И поэтому они немножко чувствуют в себе какой-то свободы. И это единственный минус, который, вот, вот, может быть, у нас есть за сотрудничество с... Что касается нашей жизни. Что касается политических аспектов, ну, это другой вопрос. Здесь как-то греки, мы немножко не согласны, что вот американцы используют нашу территорию, на... Большинство греков, то есть не все, конечно, что используют нашу территорию для своих военных целей в других странах. Как, например, вот, Египет, извините, Либия, Либия, Сирия, Ирак, но сейчас в Израиле сейчас. Мы понимаем, что мы в союзе, что это НАТО, но с другой стороны, мы не хотим, чтобы наша территория ассоциировала в умышлении вот этих народов как клацдарм для их атаки. Но это нам не очень нравится. Ну, вот, немножко... Я когда сюда ехала, сказала, один десерт детям на двоих, но я забыла, что они большие. Я уже съела почти половину. Вот, просто, вот, чтобы вы понимали, моя рука. Вот он был такой. Да, то есть вот. И высоты. Это тазик у него, тазик у них, там внутри заварной крем, савоярди печеньки, слоеное тесто, орешки. Дима свой уже почти-почти доел. Мой буду доедать все остальные. Никогда не берите десерт на одного. Берите сюда на всех. Один. Ну, я руку сказала, что он доест за всех нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот, наша прогулочка по вечерней хоре. Мы поехали к Юргусу сначала домой. Там его родители нас очень радушно приняли, накормили прекрасным, вкусным обедом. Потом мы поехали вот в это место, которое где был десерты. Съезли домой, там переоделись, с Сашкой посидели. И сейчас гуляем по вечерней хоне. Юрг где-то зарезервировал столик. Скажите. Ой, спасибо. Всем тем, кто сейчас сказал, мне быть здоровы. Вот. И мы сейчас еще раз, может, еще... Кто не сказал? У вас сейчас есть шанс? Спасибо. Ну, вот. И мы сейчас идем... Ну, возможно, и третий раз будет шанс, потому что ветры. Диня. Идем кушать какое-то место. Дело красное. Да? Да. И вот это, на самом деле, внутренняя стена византийская. Причем византинцы, они использовали материалы строительные самого города, древнего города. Поэтому, если можно видеть, там такие круглые, это частые дырки, да? Колумны. Колумны. Колумны римских и древнегреческих. Я могу залезть? Нет. Это опасно, это запрещено и карается законом и матерью. Матерью, конечно, страшнее. А матерь тоже страшнее. Я уже, я знаю, что будет в середине. Ты Мишу Домазет, да. Ну, так и мы основные блюда тоже можем поставить в середину. Нет, ну, это ваше. То есть ты не будешь с нами делать, ты с вами с нами? Еду в машине. Это дети уже. Мы ждем еду уже полчаса. Они все не могут выбрать и спорят, что заказать. Ой, да, поснимай ее. Она же позирует. Ты ее видишь? А, вот ты здесь позируешь. А, ну, не хватит? Лимит. Машу, видишь? Люди сами. Отказывают от своей дочери, короче. Представляете? Два года не видел свою дочь и отказывается от нее. Посмотри, вот позирует Костя, она прижимается к Костю. Ты что-то позируешь? Костя прижал. Костя прижал. Нормально? Сначала в зал в дочери, а теперь стесняются? Стесняются, да. Мы так и назовем ролик. Отказывается от дочери. Алиса, аккуратно. Я не знаю, если могу управлять такой славой. Какое-то видео... У меня имел больше голосов, чем это Кольщик? Польша, где мы кушали, оно набрало вот это в ресторане. Самое большое количество просмотров. Там что-то нужно. Да. Три тысячи или что-то там, две тысячи. Просто там... Это уже никого не пригоняли. То есть уже там остался три тысячи и остался, да? Да, там остался и... Нет, уже есть другие видео, которые перегоняли. Да, я имею в виду, но это было самое... Ну, когда мы только начали снимать, оно было самое большое. То есть момент там набрало. Этот человек заказал на роту солдат закусок. Мы знаем закуски греческие. Помощь будет. Молчит, как будто все съест. И для нее заказали улиток. Он готовился. И вино. И вино для нее. Или раки будешь, Алиса. Задумывалась. Господи. Спасибо тебе, человек, кто придумал интернет. Я знаю, что ты, наверное, уже не выйдешь. Интернет или контент. Нет, интернет там мужчина. А вот что-то там было разработано, чтобы можно было Wi-Fi раздавать, это женщина сделала. Спасибо вам обоим. Искренне, материнская. И много дедная, наверное, на женщине. Не знаю, многодетная или какая, но явно дальновидная. Цена вам нет. Нам принесли вот такую штучку. Мне очень нравится. Это помидорчики перетерты. И там орегано немножко добавлено. Наверное, перчик. Это очень вкусно. Хлебушку и макать. Но, к сожалению, мы такое не едим, потому что дети увидят, они очень сухолят. Вот просто хлебные дети, они могут есть только хлеб. Так, и нам принесли критский салат. Чем же он отличается от греческого? Каперца. Во-первых, там есть яйца, там есть каперца. Но мне кажется, скажи, правда или не правда, что критский салат, это как борщ. Каждый готовит его по-своему. Ну да. Ну там есть... Тут есть дакас. Перчик. И, наверное, это оливочки вяленые. Там должно быть еще где-то... Огурчики. Лук. Помидорчики. Паприка. Но там не фета. Там есть фета. А здесь не фета. Это мягкий сыр. Да, это мягкий сыр. Это мягкий сыр. Ну давайте ямас. И картошечка. Картошечка? О, вареная картошечка. Ямас. Ямас. Раношло из-заходя. И в Христополе. Эти было замерзнут в Греции. Это вообще сидит, как будто она на севере. Вот такие нам закусочки, может все раздербанили. Начи критский салаток мы вам показали. Вот эта штучка сделана из масла, еще, но не очень эстака. Но у нее очень сырный вкус. Но она очень жирная. Секном диете, пожалуйста. Даже не думайте. Это офис в Ахонстерону. Да, это просто, да. Это просто ты ешь. Знаешь, какие-то такие десерты, когда ты ешь и понимаешь, что такой вкус диабета, да? Вот это вот вкус холестерина. Улитки. Алиска даже... Мы вам рассказывали, как Алиска улитки ест. У меня есть там на видео, я в зиму сейчас вставит, наверное, как она улитки ела. Правда, с телефона снято. Алиски зашли? Ну, как, Костя, вкусно? Скажи, здесь день не кормлю. В общем, в Коцесе она порцию улиток практически. Может, и сама одна. А не по-моему, рассказывала. Не рассказывала. Ну, там пять штучек можно составлять. От силы. Восле раз четыре. Здесь принесли улитки. Она улитка, улитка. Дима ей почистил. Просто дает ей. Она так, она язык... Все, и она не стала есть. То ли наелась, то ли реально она чувствует, что не те. Ну, да, они менее соленые, не так сильно пахнут розмарином. Ну, это же не повод вообще. Даже не попробовала. В общем, взяла, сказала, пита, пита. И вот тут все жареные пита. И какое-то мяско. Сыглено. Свининка, но она такая, как чуть копченая, и потом обжаренная. Как будто, знаете, сначала коптили, а потом поджарили. Ну, по вкусу вот так. И вот это, они встречаются в основном в Хамме. Что мы заказали? Ребрышки, естественно. И заказали какую-то баранину, какой-то рецепт, который только на Крити, да? Вот. Попробуем. Как говорится? На западе. На западе. На западе. Ну, и, конечно же, домашний вино. Йоргус все заказал настоящий греческий кипап. Критики даже, да? Он сделан из фарша. Такой пикантный. И с томатным, там томатная сальса и йогурт. Баранина наша. И вот это вот кускус с каштанами. Это очень прикольно. Там тоже томаты. Это не то, да. Баранина. А, Алиска, питу, питу, выпрашивают у него. Сейчас пить уже, напитилась. Ну, как вы видите, с детей мы замучили окончательно. И бесповоротно. А это спит. Ручку подложила, как будто притворяется. Улыбается во сне, так ручку подложила. Йоргуса тоже практически замучили. Заставили принять свою дочь. Осознать реально. Уже все. Это все раки. Пришло. Это все раки, да. И мы едем обратно. Все было на самом деле очень вкусно. Все было реально вкусно. Йоргус очень правильные закуски выбрал. Все отлично. Мы правильные блюда выбрали. И, да, я даже не знаю, что еще сказать. Просто очень много людей. В общем, все. На сегодня все. Дима говорит, закончил уже выпуск. Заканчиваю я уже, кричу, выпуск. На сегодня все. Послушали кучу интересных историй. Завтра будет еще порция интересных историй, потому что мы что-то проведем. Мы с ним все равно. И увидимся завтра. Дорога. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!